Президент Владимир Путин на совещании с правительством поддержал меры поддержки бизнеса, который пострадал из-за введения режима нерабочих дней. Компаниям из пострадавших отраслей предлагается выплатить один минимальный размер оплаты труда на одного занятого. В общей сложности на это потребуется 27 миллиардов рублей, а охват составит порядка 2 миллионов человек. Гранты будут предоставлены предприятиям общепита, спорта, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений. Выплаты можно получить с 15 ноября по 31 декабря. Кроме того, пострадавшим компаниям будут предоставляться льготные кредиты. Прошу правительства обеспечить те меры, о которых сейчас было сказано, меры поддержки предприятиям и организациям. Одно дело наметить, другое дело реализовать. Надеюсь, что так же, как и было в предыдущие периоды, это будет сделано так же организовано, как это удалось правительству сделать в прошлый раз. Также президент поручил правительству представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты. Одной из таких действенных мер, ранее уже опробованных, стала компенсация со стороны государства части затрат хлебопекарным предприятиям. Такие меры поддержки позволят уменьшить себестоимость и отпускные цены муки, что в свою очередь удержит цены на конечную продукцию. Действует эта мера поддержки и в Карачаево-Черкесии. Получать субсидию будут три региональных хлебопекарных предприятия, подавших необходимые документы. Таким образом, к концу текущего года мы планируем освоить всю сумму, выделенную федеральным центром. И, соответственно, ждем от наших хлебопекарей производство и реализацию данной продукции своей удержать на том же уровне, что было и в 2020 году. И цены у нас не повышались с декабря 2020 года. Мониторинг исполнения своих обязательств получателями субсидий будет проверять региональный Минсельхоз. В целом же на поддержку государства могут рассчитывать все хлебопекарные предприятия региона. Для этого нужно собрать определенный пакет документов и обратиться в Республиканский Минсельхоз. Эрнест Чуков, Мурат Кемрюга, Верхиз, 24.